всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия и это очередной урок машинного вязания в котором мы с вами поговорим об образцах то есть образцы связанные на вязальной машины конечно же кардинально отличаются от тех которые мы вяжем на руках поэтому здесь существуют определенные тонкости и связать образец нужно правильно нужно правильно сделать с ним в это и прочие какие-то действия соблюсти для того чтобы попасть в необходимый размер изделия будущего и так для начала нам нужно определиться с плотностью нам нужна определенная плотность из той пряжи которой мы будем вязать подходящие именно для того изделия которое мы с вами будем вязать для этого смотрите вяжем вот такие пробные образцы не надо набирать много игл можно связать на 10 20 иглах для того чтобы увидеть плотность то есть мы вяжем вот такой длинненький образец разной плотностью чтобы увидеть где какая плотность да можно вот так вот декером каким дырочки здесь сделать разделить так скажем разные плотности можно сделать отбивку большой плотностью тут вот я вязала разной плотностью между ними у меня была плотность десяточка можно отделить образцы друг от друга просто бросовой ниточкой вот все вяжем такой образец даем ему отлежаться минимум сутки проводим с ним в этого и уже выбираем какой плотностью мы хотим вязать будущее изделие все определились плотностью дальше вяжем уже основной образец также предварительно можно отвязать резиночку чтобы посмотреть на какой плотности вам необходимо будет вязать резинку то есть либо это будет там на одну единицу плотность ниже либо на 2 единицы может быть пряжа поведет себя так что резинка будет хорошо смотреться той же плотностью что мы и будем вязать изделие то есть это предварительные наши с вами отвязки образцов дальше вяжем основной образец для расчетов и так я определилась что вязать буду в три ниточки на плотности 6 вот у меня выставлена 6 плотность все я готова двигаемся дальше все расчеты в машинном вязании принято делать на 40 петель в ширину и на 60 петель ну или рядов в длину то есть мы должны взять не менее 40 игл отобрать то есть вот 20 0 20 то есть вот такой ширины образец нужен нам с вами для расчетов но так как края у вязаных образцов могут быть не совсем ровными они могут подкручиваться сложно будет считать поэтому мы возьмем побольше петель например с одной стороны я еще добавлю 5 и с другой стороны точно также добавлю еще 5 петель и того у нас на игольница 250 25 то есть всего 50 игл и так заправляем рабочую нить в каретку придерживаем ее рукой либо можно привязать к струбцине ниточку я наверное так и сделаю на игольница отборной линейкой убираем через одну иглы в заднее нерабочее положение и вот смотрите здесь у нас получается что мы иголку убрали и я добавлю еще одну то получается 26 игла для того чтобы у меня крайние петли вот здесь вот провязались все нить в каретке проводим кареткой первый ряд теперь мы навешиваем гребенку и для того чтобы у нас вот здесь вот ниточки не зацепились я достану нить из каретки вот ниточку вперед заведите все аккуратно навешиваем гребенку смотрим чтобы она попала у нас во все петли которые провязались и теперь ниточка пойдет поверх гребенки уже никаких зацепов не будет все я обратно вставляю нить в каретку обратно возвращаю все иголочки в работу и провязываю несколько рядов вытаскиваем нить из каретки и где-то ее зацепите так чтобы она не мешала каретки провязывать у меня вот тут как раз хорошо на камере она зацепилась сейчас теперь берем бросовую ниточку вставляем в каретку придерживаем рукой и провязываем два ряда все два ряда провязали обрезаю бросовую нить и вставляю рабочую нить обратно в каретку теперь смотрите для того чтобы у нас хорошо был были видны 40 наших петель которые нам потребуются для расчетов я с этой стороны 21 иголку перевешиваю на 20 а эту иголку убираю из работы и с этой стороны точно также 21 иглу перевешиваю на 20 а 21 убираю из работы все теперь нам будут видны те 40 петель в ширину который нам необходимы навешиваем грузы и продолжаем вязать наш образец вот именно в этот момент сейчас нужно сбросить счетчик на ноль и вот с этого момента провязываем необходимые нам 60 рядов высоту и так на счетчике 60 рядов теперь нам снова понадобится бросовая ниточка меняем в каретке рабочую нить на бросовую рабочую ниточку где-то аккуратно закрепляем чтоб она нам не мешала придерживаем бросовую ниточку и провязываем точно так же пару рядов все бросовая ниточка нам больше не нужно можно ее обрезать возвращаем в работу двадцать первые иглы рабочую нить снова заводим в каретку так я придерживаю здесь хвостики бросовой ниточки и провязываем еще несколько рядов достаем нить из каретки и закрываем петли удобным способом я буду закрывать через колок нити уловителем про закрытие петель мы поговорим в отдельном уроке поэтому здесь я останавливаться подробно не буду на этом итак петли закрыты убираю грузы снимаю тяжную планку и снимаю вязание сколков смотрите вот такой вот образец получился и теперь я скажу самую главную вещь которую вам следует запомнить этот образец сейчас должен отлежаться и отлежаться он должен на ровной поверхности где-то на столе его положите и пусть он лежит он должен не менее суток есть у вас неделя пусть лежит неделю если вы не торопитесь никуда ну хотя бы сутки он должен полежать потому что вязание мы снимаем с машины петли очень сильно растянутый и он какое-то время будет сам по себе приходить так скажем свое нормальное состояние нормальное положение и вот что я хочу здесь показать смотрите там где мы убирали 21 иголочки у нас получилась вот такая оборостка а 40 петель которые нам нужны будут для расчета вот они вот здесь их очень хорошо видно и точно так же вот где мы с вами вязали бросовой ниточкой у нас четко будут видны ряды то есть мы с вами сможем легко это все измерить после того как образец полежит необходимо сделать в то если вы знаете что ваша пряжа не проходила обработку можете сделать просто отпаривание но если ваша пряжа куплена на стоке как у меня например бобильная пряжа это стоковая пряжа я точно знаю что она была предназначалась эта пряжа в производство и на производстве их обязательно обрабатывают воском поэтому этот образец я в обязательном порядке буду стирать хочу показать вам почему образец должен отлежаться вот точно также образец связанный на шестерке вы можете видеть насколько они отличаются насколько здесь растянутые петли растянутое полотно и насколько здесь петельки уже пришедшие так скажем свое нормальное состояние вот они друг дружки подобранные такие рядышком стоят все прижались друг другу а вот здесь вот такие вот дыры между петлями можете даже сейчас попытаться измерить свой образец и я вас уверяю вы удивитесь насколько он у вас потом уменьшится после того как полежит все теперь делаем все необходимые действия и уже о расчетах мы поговорим с вами в следующем уроке на сегодня у меня все все что я вам хотела рассказать кажется рассказала не забыла если у вас вдруг возникли вопросы обязательно задавайте их ставьте лайки подписывайтесь на канал факультет рукоделия с вами была юлия пока пока